Слава Богу! Слава Богу, мы благодарны всем репцентрам, благодарим Андрею Фарисовичу и благодарим Господа за Андрею Фарисовичу, что он проводит там свое служение. Я являюсь плодом этого служения, один из многих, ну из многих, не того же из многих, потому что тяжело доставать с рук дьявола, уже идущих на смерть. Я расскажу немножко о себе, я сам с Украины родился в 2005 году, в 18 лет, меня первый раз посадили в тюрьму, в 21 год я освободился уже за кореневым преступником и нарушал все возможные законы, которые вообще существуют в кодексах, в святой книге. Если бы можно было изменить, нарушить закон физики, я бы его изменили, наверное, нарушил. Извините, я волнуюсь, конечно, перед этим количеством людей еще никуда не верил слова, но да поможет мне Бог. Семь лет я грешил, семь лет нарушал законы, через семь лет меня снова посадили в тюрьму, я сидел в четыре с половиной года, освободился, в возрасте 33 лет, понимая, что такой образ жизни меня снова пройдет в тюрьму, я решил убежать. Убежать куда? В Израиль. Слава Богу, благословенная страна, вас слышно много было лень. Раньше мне подлагали, ну, я жил криминальной жизнью и особо не подумал об этом. Я уехал в Израиль в надежде на то, что изменит свою жизнь. Ну, получилось, Израиль привез у себя, свои привычки, свои наклонности, свои желания, жажду наживы, красть, воровать, отбирать. Купил права на Украине. Приехал, устроился, отрелил, я работал на трейлере. Воровал все. Все, что можно было украсть, воровал все в законе. Закон Израиля так сильно не наказан за воровство, в течение бесстилетной уходил, не было возможности уходить от наказания. Были условия, были штрафы. В 2009 году меня все-таки сажали снова в тюрьму. Сажали в тюрьму. Я освободился. Освободился и снова сел. В 2014 году я постоянно освободился из Израиля в тюрьму и думаю, слава Богу. Ну, как бы я не думал, слава Богу. Я никогда не верил Бога, я вообще считал всех верующих слабыми людьми. Ну, оказалось, как всем известно. В 2014 году я освободился. На мое несчастье у меня было немного денег для того, чтобы не работать. Эти деньги меня привели, конечно, на больничную койку. Через полтора года я уже лежал в клинике. Я употреблял наркотики, алкоголь, грешил всевозможными грехами. И через полтора года я оказался, в 2014 году я оказался в больнице. У меня анемия на ногах, твероуспечник, гепатит Си. И, в общем, меня выписывали из больницы с диагнозом умирать. Просто умер. Каким-то образом меня нашли верующие. Нашли верующие и привели в репцентр. Сюда, в репцентр Андрея Фрезеевича. Я глядя на всех, подумал, я же не алкоголик. Я же не наркоман. На то время я уже был хуже всех, которые были в репцентре. Но я этого не видел. Я говорю, пастырь, который меня привез. Игорь, я говорю, Игорь, ну ты же посмотри, здесь алкоголики и наркоманы. Я же не такой, я не буду здесь. Ушел. И четыре места я еще себя не помню. Пил, употреблял. И дошел в полной деградации. Не могу не ходить. Ну, состояние уже все. Только в кладбище. Каким-то образом. В постоянном пьяном угаре. Даже не помню, каким образом я опять попадаю. Точно не помню. Так временами. Попадаю в репцентр. Потихоньку у меня начинают со мной работать. Это люди. Ваши, отсюда, из России. Ваши братья. Это Бруйкин. Игорь Алексеевич. Игорь Алексеевич Розенков. Потихоньку начинают мне объяснять, кто такой Бог. Как и что. Откуда все берется. Он не пришел к мне в течение недели, двух месяцев. Это у меня заняло где-то с полугода. С полугода. Пока у меня открывались глаза на реальную жизнь. На то, что есть еще жизнь. И тот не та криминальная. Не та, которую я привела в болото. Которая забрала у меня все. Все, что можно было. Даже здоровье. И я начал. Через полугода я понял, что жизнь одна. Жизнь. В Иисусе. Это есть истинная жизнь. Да. Под истинной жизнь. Сейчас я уже, слава Богу, с Божьей помощью, я здравый, здоровый физически. 26 июня я последний раз был в клинике. Доктора разводят руками. У меня нет цирроза печени. Слава Богу. Я сильен, братья. Слава Богу. И сейчас мы занимаемся, сейчас мы занимаемся служением тоже на автоходе Меркозире. Есть там такое место, старая автобусная станция, где люди пропадают. Где наркотик, где блуд, где вся нечистота, которая есть вообще в мире. Этого невозможно передать словами. Я надеюсь, что скоро к нам приезжали Дима и Ваня, они сняли документальный фильм. Я думаю, в ближайшее время вы сможете все увидеть, убедиться, что там творится. Увидите наше служение, служение РЭП-центра. И также мы посвящаем тюрьмы. Ну, конечно, все те, которые не сидели в тюрьмах, те могут заходить и проповедовать там. Слава Богу. Слава Богу. Братья и сестры, спасибо вам за все. Спасибо Андрею Форезовичу. Спасибо Господу Иисусу Гресту за Андрея Форезовича. Да, за Андрея Форезовича. Большое спасибо. Слава Богу за Сергей. Я, когда его увидел, он только пришел в центр. Я как раз по Божьей милости, я был там в это время. И вот, вот смотрю я на того и на сейчас этого человека. Вообще, ну, он несравнимый. Вообще, ну, он такой, можно сказать, на автопилоте он такой. Ну, правда, он ничего не соображал. Такое интересное. Вы знаете, это служение особенное. Вот служить этим людям, это особенное служение. Вот приезжаясь туда на Тахану, два раза в неделю, наш репцентр едет туда служить вот этим людям, которые никому не нужны. Милиции они не нужны, врачам они не нужны, никому. Они вот там в свалке, там у них шатры такие, крыши сделаны из тряпок. И вот они, кто лежит там, кто колется, кто там уже умирает, можно сказать. И никто их не трогает. И Господь побудил сердца вот тех, которые искренне верят, что благословление, благословляющий Израиля, будет благословен. И вы знаете, когда два раза в неделю приезжают туда наши братья и сестры, привозят кастрюлю, большую супу, второго там компот. И уже эти люди знают, что приедут эти верующие. Они приходят туда покушать. Наши братья перевязывают их гнилые ноги, ухаживают за ними. Стараются как можно помочь им. Ихние сердца меняются. Они видят, что есть другая жизнь. Есть те, которых Бог расположил сердца. И эти сердца открыты любовью, нежностью, заботой к тем, которые никому не нужны. И они потом приходят в центр. И их жизнь меняется.